Здравствуйте, приветствую вас на канале Про Цветок. С вами Ломонос Петр. Очень интересный вопрос, пришел мой адрес. Просит рассказать, чем можно подкормить рассаду сразу после высадки. Ну, как бы, если соблюдать агрономические кононы, значит, в течение двух недель после высадки рассада ничем не подкармливается. Это все правильно, это касается корней. Но сейчас прогресс идет вперед, появляются новые препараты, новые технологии, поэтому рассаду мы подкормим. Ну, если быть так более пунктуальным, более так, ну, точно подходить, нашу первую подкормку рассады мы сразу сделаем при высадке. Что мы будем использовать? При высадке в корневой ком мы добавим препараты в серии профит. Триходерма, метаризиум, баверия. Эти препараты добавим. И точно так же мы просто прольем рассаду этими препаратами и добавим микаризу. Микариза точно так же, вот все эти три препарата плюс микариза. Это то, что нам обеспечит в дальнейшем хороший урожай и хорошую проживаемость быструю наших растений. Ну, и что, о чем надо помнить, значит, что эти препараты, что нам дадут? Они будут в почве, они будут подавлять развитие всех и гнилостных, и других бактерий. Точно так же метаризиум будет бороться с вразителем, который будет ползти к корням нашей рассады. Поэтому это очень-очень нужные вещи, которые необходимо внести в почву. Если вы внесете в почву, в дальнейшем вы избавитесь и от фитофторы на ваших томатов, и корневых гнилей на ваших перцах, и баклажанах. Поэтому эти препараты очень хорошо. Ну, и самое главное, что еще необходимо сделать, внесли вот эти препараты, сразу же при посадке пролили растения, и сделаем опрыскивание. Опрыскивание по листьям. Почему надо делать? Мы опрыскиваем водичкой. Правильно, потому что рассада быка приживается, она теряет тургор. Теряет тургор, а раз теряет тургор, ей плохо приживаться. Но есть же препараты нового поколения. Они уже не совсем новые, может быть. Видите, они известны с начала 90-х лет. Это такой простой препарат, как Эпин Экстра. Вот, препараты Эпин – это антистрессовый препарат. Ну, конечно, кто-то использует новосил, кто-то использует циркон. Их тоже не возбраняется использовать. Их точно так же можно использовать. Растворяем по инструкции. Например, Эпина вот такого пакетика на 5 литров воды. Берем поливизатор, без разницы, большой или маленький, и всю высаженную рассаду опрыскиваем этими антистрессовыми препаратами. Что это дает? Это дает, что у наших растений повышается иммунитет. Повышается иммунитет. Растения становятся как бы не такими уже болезненными, что они как бы уже перерасажены, что они потирали место жительства, где они росли. И они хорошо приживаются. Ну, точно так же. Эти препараты антистрессовые можно использовать и перед высадкой рассады. Опрыскали перед высадкой рассадой, потом после высадки рассады. Ваша рассада приживется быстро и дружно. Она приживется раз быстро и дружно, значит, она быстро пойдет в рост. Те препараты, которые мы уже внесли в почву, это линейки Профит и Микориза, они начнут подготавливать почву для нашей рассады. Поэтому наша рассада будет как бы безболезненно, как пишут обычно, безболезненно перернесет пересадку, даже в том случае, если она будет не в отдельных емкостях. Потому что многие как бы выращивают рассаду в отдельные емкости, ну, стаканчики садят, это тоже очень хорошо. Но не всегда до этого доходят руки, не всегда хватает времени. Какие критерии существуют для высадки рассады в грунт? Какой возрастной период? Так вот, возрастной период для огурцов, кабачков составляет 20-25 дней, для капусты 25-35 дней, для помидор от 50 до 70 дней, для баклажан 70-80 дней, для лука 1 месяц. Вот такие критерии для высадки рассады на постоянное место. Ну, неважно, где мы высаживаем эту рассаду, в теплице или на улице, поэтому придерживаемся такой терминологии. Поэтому, если рассада у вас переросла, по томатам это не страшно, по любых культурам это не страшно, есть, конечно, какие-то способы, какие-то ухищрения, которые помогают получить хороший урожай и хорошую проживаемость рассады. Используя эту технологию, что я вам рассказал, используя препараты эти, вот, и используя антистрессовую обработку по листьям, вы будете иметь быструю проживаемость, а раз быстрая проживаемость, значит, растения пойдут быстро в рост и дадут более ранний урожай, что, конечно, немаловажно в нашем умеренном климате. Чего вам и желаю, большого урожая на вашем участке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok